По всему миру древние мегалитические памятники бросают вызов нашему восприятию истории человечества. От Стоунхеджа до пирамид Гизы, от статуи Муаи на острове Пасхи до пирамиды Солнца в Теотиуакане эти места заставляют нас переосмыслить, на что были способны строители прошлого. И могут ли факты, содержащиеся в наших учебниках истории, уводить нас от исторической правды? Посреди бескрайних просторов Тихого океана Микронезии находится мегалитическое сооружение, столь же необъяснимое и загадочное, как и остальные вышеперечисленные. Место, которое веками было окутано тайнами и легендами. И всё же, несмотря на статус одного из самых загадочных и уникальных древних памятников в мире, большинство людей, вероятно, никогда не слышали о Нанмадоле. Так кто же, когда и как построил это невозможное по версии официальных историков сооружение в те далёкие времена без современных технологий? На эти вопросы попробуем ответить в сегодняшнем видео. Микронезийский остров Панпея находится в непроходимой глуши. От его берегов к востоку лежит более 8 тысяч километров открытого океана, а на запад ещё 4 тысячи километров океана до Манилы на Филиппинах. Сам остров небольшой, всего 20 километров негостеприимной местности от края до края, покрытый густыми джунглями и мангровыми болотами, с крутой горой, возвышающейся посередине. Тем не менее, несмотря на своё удалённое расположение и негостеприимную местность, Панпея является домом для остатков мегалитической архитектуры беспрецедентного масштаба. На мелководье у его восточного берега стоит непостижимый каменный комплекс. 92 искусственных островка, построенных на вершине Кораллового рифа, на площади почти в 2 километра длиной. И все они связаны с ложной сетью выложенных камнем каналов. Именно из-за этих каналов комплекс получил название Нанмадол. В наши дни его ещё называют Венеция Тихого океана. По всему комплексу находится ряд невероятных сооружений, сделанных из огромных базальтовых камней. Стены длиной до 18 метров и высотой до 5 метров. Колонны и здания, построенные из камней весом от 5 до 50 тонн. Удивительно, но было подсчитано, что при строительстве этого места использовали более 750 тысяч тонн камня. Как выразился Дэвид Чайлдресс, проводивший несколько исследований в Нанмадоле, в 80-х и 90-х годах, весь проект имеет такие огромные масштабы, что его легко сравнить со строительством Великой Китайской Стены или Великой Пирамиды в Гизе. Проще говоря, Нанмадол без сомнения является одним из самых удивительных мегалитических памятников на Земле и фактически единственным когда-либо построенным на Коралловом рифе. Но кто мог построить такое? В наше время радиоуглеродное датирование, проведенное на каменных мегалитах этого места, показывает, что строительство Нанмадола началось примерно в 1180 году н.э., что приводит к выводу, что Нанмадол был построен династией Садлер, правивший в то время островом Панпеи. Но возникает простой вопрос. Как они это сделали? Во-первых, в непосредственной близости от этого места нет каменоломен. А это означает, что огромные базальтовые камни, из которых состоит Нанмадол, должны были быть доставлены туда откуда-то еще. Но как? Остров Панпеи слишком трудно проходим, чтобы перебрасывать камни. А это означает, что если бы строители Нанмадола доставляли камни откуда-то еще, например, с другого острова, где-то в этом районе, им пришлось бы переправлять их через океан к месту строительства. Первоначально некоторые предполагали, что они могли сделать это с помощью бамбуковых плотов. Но эта теория была разрушена, когда был принят во внимание огромный вес камней, использованных в Нанмадоле. На самом деле, в 1995 году, в специальном выпуске канала Discovery о Нанмадоле, специалисты пытались использовать бамбуковые плоты для переправки камней весом от 1 до 2 тонн, что составляет лишь небольшую часть от тех, которые использовались при строительстве участка, но обнаружили, что плоты быстро утонули. Факт остается фактом. Строители Нанмадола каким-то образом доставили огромные базальтовые камни, будь то на плотах или каким-то неизвестным способом. Это до сих пор не объясняет, как камни поднимались и укладывались в здания, стены и каналы людьми, у которых не было даже примитивных инструментов, не говоря уже о современных технологиях. Даже сегодня поднять 50-тонный камень – большое дело, требующее мощного крана и опытной бригады. Хотя ученые считают, что Нанмадол был построен династией Садлер около 800 лет назад, на самом деле они понятия не имеют, как он был построен. Чтобы ответить на этот вопрос, нам, возможно, придется поискать кое-что еще. Согласно устной истории панпейцев, Нанмадол имеет весьма специфическое происхождение. Он начинается с истории группы из 7 мужчин и 9 женщин, которые отправились откуда-то из-за океана в поисках нового дома где-то в далеком прошлом. На протяжении столетий на остров прибывало еще 5 групп поселенцев, каждая из которых приносила секретные магические знания якобы о том, как двигать горы, поднимать рифы и формировать остров, создавая со временем процветающую цивилизацию. В конце концов, прибыла 7 группа, приведшая с собой самых могущественных колдунов – братьев Алисихпа и Аласопфпа. Именно эти братья и построили, согласно легендам, Нанмадол, используя свои магические способности, чтобы перемещать по воздуху огромные базальтовые камни, как если бы они были невесомыми. Затем они складывали их в островки, каналы, стены и здания. Древние считали это некой магией, но есть предположение, что это не было волшебством в привычном для нас понимании, и что эта история – народная память об утраченной технологии. Но какая утерянная технология могла позволить древним людям поднимать в воздух невероятно тяжелые камни? По мнению некоторых, существование этих мегалитических памятников доказывает, что древние могли овладеть искусством левитации с помощью звука или какого-то другого малоизвестного метода, который позволял им бросать вызов законам физики и с легкостью манипулировать массивными объектами. Интриги добавляют тот факт, что почти в каждой культуре, где существуют мегалитические сооружения, есть своего рода легенда, в которой говорится, что огромные камни перемещались с помощью акустических средств, либо с помощью тайных песен или массивных гонгов – трубы, лиры или тарелки. Но можно ли было использовать акустическую левитацию в нанмодоле? А может быть, есть и другое объяснение нанмодола, еще более невероятное. На протяжении веков помпейская традиция предупреждала об ужасных силах, связанных с нанмодолом. Местные жители верят, что за этим местом присматривают духи, помещенные туда, для защиты якобы от посторонних и что любой, кто потревожит это место, будет проклят. Возможно, это лишь миф, созданный местными жителями, чтобы отговорить колониальные державы от завоевания. Но тем не менее, к началу 20 века Помпей попал под власть Германии и должность губернатора была отдана человеку по имени Виктор Берг, подлому и порочному, который провел большую часть своей взрослой жизни на островах Тихого океана. Несмотря на то, что местные жители строго предостерегали его от этого, Берг начал исследовать нанмодол в 1907 году. Глубоко внутри комплекса он обнаружил запечатанную гробницу, в которой, как говорят, покоятся останки древних правителей острова. Поразительно, но в гробнице Берг обнаружил останки скелета, не похожие на те, что кто-либо видел раньше. Кости были огромными, по-видимому, принадлежащими расе гигантов ростом около 3,5 метров. Устная история гласит, что братья, построившие нанмодол, были еще и колдунами. Могли ли они быть великанами? Конечно, могли, ведь так называемые великаны это дети людей и падших ангелов, которые, помимо передовых знаний, видимо, унаследовали и необычные способности, с помощью которых в эпоху своей деградации творили зло. После Первой мировой войны контроль над островом Помпея перешел в руки Японии. Некоторые оставшиеся источники указывают на то, что до войны японские ученые обнаружили, что существующие руины нанмодола, построенные на Коралловом рифе, были лишь частью головоломки. Говорят, что именно там японцы нашли на дне океана огромные платиновые гробы. Невероятно, но когда они разбили гробы, чтобы поднять их на поверхность, они якобы обнаружили внутри скелетные останки гигантских людей. В книге Бытия есть запись о расе гигантов, живших в далеком прошлом, известной как нефилимы. Даже в наше время огромные скелеты, принадлежащие гигантам, были обнаружены по всему миру в Соединенных Штатах, Африке, тропических лесах Амазонки, Азии и других местах. Остров Пампея, хотя кажется, что он находится в глуши, на самом деле находится в примечательном месте на нашей планете. Прямо в той зоне, в которой зарождаются тайфуны и проходят первые этапы их развития. Развиваются сила и тяжесть. Сегодня мы знаем, что тайфуны образуются не только в результате столкновения холодных воздушных потоков с теплыми океанскими водами, как это давно постулировалось, но и имеют электромагнитную составляющую. Учитывая его местоположение, некоторые смотрят на огромные базальтовые камни нанмадола, которые обладают сильными электромагнитными свойствами, и предполагают, что они должны были быть помещены туда, чтобы разрушить электромагнитные свойства тайфунов, когда они пытались сформироваться, заставляя их высвобождать свою энергию в виде ливней и защиты территории. Другими словами, Нанмадол может быть не древним городом, а каким-то специальным построенным проектом по модификации погоды. Это уже предполагало технологические возможности, выходящие за рамки того, что возможно в наше время, но некоторые пошли еще дальше, углубившись в электромагнитные свойства нанмадола. Учтите, что остров Пампея производит постоянную малоизвестную сейсмическую активность, которая генерирует пьезоэлектричество. Некоторые считают, что когда это пьезоэлектричество встречается с гигантскими базальтовыми камнями, выложенными в каналах, это место становится источником энергии. Преобразование естественного вертикального магнитного поля базальтов-спираль усилит мощность любого пьезоэлектрического разряда, вращая его в сужающейся, сжимающейся цепи, а затем фокусируя луч его концентрированной короны в небо. Проще говоря, нанмадол мог не быть городом, а мог быть некой электростанцией, несомненно, построенной предками помпейцев. Невероятно, но это мало чем отличается от новаторской работы Николы Теслы, который предложил нечто подобное для своей легендарной башни Ворденклифф на рубеже 20 века. Само наличие таких памятников архитектуры говорит о том, что наша с вами история гораздо более интересней и насыщенней, чем об этом нам вещают официальные историки. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх этому видео, если информация в нем действительно была для вас интересной. Также обязательно пишите ваши комментарии по этой теме, подписывайтесь на сам канал, ну и конечно же, обязательно подпишитесь на наш телеграм, ведь там гораздо больше информации, некоторую часть из которой мы просто не можем опубликовать на ютубе. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok